Всем привет! Увидела необычный рецепт салата и мы решили его приготовить, попробовать. Потому что мне в целом нравится сочетание свеклы и грецких орехов. Но в этом салате есть один необычный ингредиент, и мне странно, как они сочетаются. Значит, салат будет состоять из айсберга, хотя там на выбор есть микс салатов. Ну, то, что вам нравится, рукола или там еще что-то можете добавить. Сейчас на улице минус 19 айсберг подойдет. Я взяла айсберг, потому что у нас в пятерочке ничего больше не оказалось. И, как мне кажется, он сочетается в целом с любыми овощами. Дальше у нас будет свекла, уже отварная, ну, чтобы времени тратить, да. Вот. Дальше у нас будет брынза. У нас вот такая вот грецкие орехи немножко. И вот этот ингредиент, который меня удивил, и посмотрим, как он сочетается со свеклой. Сочетается со свеклой, это апельсин. Далее салат будет поливаться подсолнечным маслом, заправляться заправка. И бальзамический соус. Ну, и соль, перец по вкусу. Итак, начинаем. Начинаем мы с того, что режем айсберг. Резать айсберг будет Сережа. Давай, приступай. Доверяем айсберг Сереже. Как, по-вашему мнению, сочетается ли свекла с апельсином? А мелко ли резать айсберг? Ну, некрупно. Сереж, не говори бред. Начинай резать и все. Дальше мы приступаем резать. Нет, у нас все доски такие. Бери перчатки, чтобы не запачкаться. Всем, кто режет свеклу, я рекомендую использовать какие-нибудь одноразовые перчатки. Но свекла красится, и чтобы не окрасились руки. Ну, если вам в целом все равно, можете, конечно, и так. У нас есть перчатки на 50 копеек. Берем перчатки. И 50 копеек. Свеклу или свеклу. Главное, чтобы. Режем ее небольшими квадратиками. Так, квадратиками. Ну, а как ты хочешь? Я не знаю, правда, я спрашиваю, как резать. Уточняю. У шеф-повара. Еще, если вы умеете пользоваться, то можно сеточкой порезать квадратиком, а не ножом. Ну, кому как больше нравится. Маленьким квадратиком это можете. Ну, да, маленьким. Почему у нас режет Сережа, а не я? Потому что он закончил кулинарное что-то там. Если вам нужно написать резюме или биографию, обращайтесь к Александре, она придумает, что вы закончили. Ну, ты же технолог. Технолог. Ты инженер, а не повар, который режет. А вас там не учили резать? Нет, это вот Ивлев в техникуме учится резать. Ну вот, научишься, как Ивлев. Как Ивлев научиться можно только на практике. Так, ближе миску, ближе, ближе. Вообще, красивое сочетание такого салатика, да? Так, далее, что мы делаем с апельсином? Мы его разрезаем, с двух сторон отрезаем, так шкурку по кругу, а потом тоже нарезаем квадратиками. Ну, чтобы он без белого остался, но без фанатизма, без фанатизма. А дальше что ты хочешь? Почистить его, что ли? Просто поставь и кожуру вот так отрезай ножом, чтобы без белого было. С краешки, Сереж. А просто вот нельзя почистить вот так вот? Чтобы без белого было. Объяснила же, нож срежет белое. Вот. Кто знает, как называется белое? Без фанатизма. Напишите. Кожура. Нет, кожура, она не белая. Это под кожура. Без белой пленки. Вот видите, как хорошо, когда шеф-повар объясняет, что нужно делать, и сразу все понятно. Как хорошо, что человек, который режет, понимает шеф-повара. Кто ходит, всякие бородатые орут на всех, и никто не понимает, о чем он хочет. Ну, когда, наверное, орут, быстрее принимаешь, да? Да. Ну, не знаю. Так, далее, так, дальше апельсин мы тоже разрезаем на такие же квадратики, как свекла, пополам, вот так, как ты свеклу резал, так и режь. Спасибо за инструкцию, я теперь знаю, как я резал. Так вот, и вот так вот. Да, дальше на квадраты. Дальше на квадраты, прекрасненько. Чтобы у вас ничего не разрежалось, лучше до конца не дорезать. Сейчас вот на этой части покажу. Вдоль разрежем. Нет, с апельсином, наверное, так не работает. Так работает только с луком. Все, ездит. Нож нужен острый, я его сегодня поточил. Но при этом все равно у меня немножко все разъезжается, потому что я не люблю это делать в перчатках. Поэтому я одну перчатку нафиг сниму. Ну, а у тебя уже апельсин-то не окрасит, можешь смело снимать. Но если я работаю в общепите, я должен быть в перчатках? Да. Ну, не что, все как безумные в перчатках. Ну, я не знаю, ковид. Вдруг у него спорят. Так на перчатках тоже как бы есть микробы. Нет, в очереди в аэропорту нету ковида, а там, где крошка-картошка, и ты сидишь по столу, там есть ковид. Что-то не знаешь, где она располагается. Высыпай. Так, дальше у нас по плану порезать брынзу. Здесь у нас брынзы много, но я думаю, что нам небольшого кусочка хватит, я думаю. А ты уже посмотрел, сколько брынзы здесь? Ну, коробочка-то большая. Ну и что? Ну, написано, что в рассоле. Значит, я может быть и... Видишь, она. Целая коробка. Нам, наверное, понадобится вот такой вот небольшой кусочек. Вот такой небольшой кусочек? Нет, это много. Такой? Да. Такой? Нет. Вот такой. Чё-то как-то мало есть. Хватит, Сергей! Чё ты всё время перебарщиваешь? Говори, какой он тоненький. Достаточно. И что, режу опять... Квадратиками. Квадратиками. Но можно и просто поломать, кому как нравится. Да, ну, нравится ровная геометрия, поэтому мы будем резать. Я говорю про себя. Александр может это поломать. Сейчас я предъеду немножко поближе, чтобы вы видели, как я вываливаю брынзу. Давай, вываливай. Мало брынзы? Хватит. Хорошо. Так, далее у нас по плану. Убери эту грязь. Или берём новую досочку, или прямо вот мынём рукой, потому что орешки должны быть как бы размяты. Может, это проще молоточком постучать по досочке? Ну, постучи. Они не должны быть в прах, но и не должны быть слишком крупными. Но и они не должны распадаться. Как много условий. Может, пакет сверху положить? Так мы же не должны их распадать. Так, уже какое-то что-то распадается, разлетается. Я так и знала. Как хорошо, что ты всё знала. Мне кажется, орехов перебор. Половину высыпи? Да, половину высыпи. А здесь ты не будешь снимать? Буду. И далее мы что делаем? Заправляем немножко оливкового масла и немножко бальзамика. Саша, он прокис, нахер. Дай потрогать, понюхать. Не, не прокис. Прокис. Точно? Пахнет уксусом, да? Он так и должен пахнуть. Нет. Ну, хочешь себе отдельно. Хорошо, просто оливковое масло. Но бальзамик, конечно, важно. Чуть-чуть только. Всё, хватит. А солить? Солить, перчить. И перчить? Ну да. Вон соль. В красивой солонке. Зачем ты её купил? Достаточно. Перец. Хватит. Всё, теперь размешайте. Килограмм капусты и щепоточку соли. Размешивай! Здесь не килограмм, а даже четвертинка того, что есть. Всё будет не солёное. Надо что-нибудь другое тогда соус добавить. Что это такое? Без соуса непонятно вообще ничего. Как? Вот так? Да, да. Ну, пробовать надо. Так, что тут получилось? Сейчас будем пробовать. И Катя тоже будет пробовать. И Катя будет пробовать. Лучше ложку мне дать. Ничего не зачерпывается. Вилка для того, чтобы ты нальзила на вилку каждый ингредиент, а не ложка. И это... Харапит у нас мужик на кухне. Что ты ешь, что ты скажешь? В целом неплохо, мне понравилось. Свекла сладкая, апельсин сладко-кислый, ну, брынза... Ну, мне понравилось сочетание. Можешь тоже попробовать. И бальзамик кислый. Интересный салат на Новый год. Я возьму брензу, апельсин, свекла, салат. А грецкий орех? Отчего-то аж свело всё. Отчего? Ну? Необычно. Но не противно. Не противно, но моим фаворитом не стоил. Но я рекомендую. Можно и приготовить разок. Вот мы приготовили. Всем приятного аппетита. Малышка храпит. Каса хочет узнать, что дают есть. Вот она опрыскала своим хвостом всё. Джей, малышка. Малышка храпит. Малышка. Так. Так. Продолжение следует...